Доброе утро! Доброе утро! У нас ночь как началась Мы в это время У нас подъем как раз Я стою утром, быстренько до молитвы Скорее посмотреть, что тут есть Глянусь, чтобы знать, о чем молиться Говори Игнатий, четыре, три минуты буквально Мне, я посоветовался Мне женщина завтра будет В общем, звонить тоже по скайпу Но я и назначил разговор Она занимается, видимо, торговлей Вот эти, как они называют, благодатью То есть всякие там баночки с маслами Потом там поясочки Потом там тряпочки И от обуви Ну различная вот эта вот благодать вся И на воскресенье она начал поговорить на эту тему То есть она не видит во мне духовности То есть не одухотворенный есть человек Видимо, если не принимают такие вещи То есть как она говорит, что одна тень Христова Там были одежда, там исцеляла людей Вот это очень важно То есть вот такие вот вещи Я думаю, такой вопрос нужно обсудить Она где живет? Она из Москвы В Москве Ну я не знаю точно Но, видимо, она занимается торговлей вот этих вещей Думаю, она... Так, это попутно вопрос Вы мне на этого Дудина-то, когда выводили Говорили, он в Москве живет Так он не в Москве, в Томске Я ошибся, да Так, и второе по Дудину То, что мы по скайпу разговаривали Вы посмотрели? Да, смотрел Благодарю, что вывели Теперь нужно привести его к тому осознанию Хотя бы одного попа из этого вытащить Вот он что говорил Проще Тем более у него болезнь-то страшная Патриархийная У него мозги воспаленные Вот, дескут Да я уже с ним общался на эту тему Вот он обиделся, в общем На что именно обиделся? На то, что он мне такой вопрос задает Типа, ну что это Устроили такое шоу Заманили, типа, вот И не предупредили, что это будет Как не предупредили это? Что не предупредили, когда ты в эфир вылез А он стоит перед экраном Выйди, Владимир, с этой стороны Выйди, быстро Я вот так неоднократно перед ним прошел Это у него за новое оцепляется Это сквалы же и характер Доброе утро, Владимир Доброе утро Это вообще никуда не годится У него не с этого надо начинать С покаяния Сколько он языком намолотил? А сколько отвечать придется за каждое слово? Его кто вызывал на эти разговоры? Там вышел, там, на горностая, на других То он по отношению их-то сколько намолотил? Они не понимают даже ничего Что за каждое слово надо отвечать Я не знал, ну не знал, сидел бы дома Около жены с ребятишками Никто тебя не вытаскивал Вышел в интернет, ну интернет вышел Каждое слово фиксируется Вы еще не знаете, что интернет Под тщательным контролем Находится у определенных органов Все записано Разговаривали-то мы с ним не на кухне Разговаривали-то в эпире Но это одно А второе Ты если верующий, ты совершаешь литургию А теперь уже сам он понял, что Как говорят, косяка дал ни одного Разговаривал, осудил Значит, лгал Вещи надо называть своими именами То есть лгал дух лжи в устах и в сердце И причащался, и других причащал Ты вот с чего, скажи, начни разговаривать-то Вот откуда надо находить Не знал, не знал, а дух святой-то где был? Если ты верующий, он тебе должен был подсказать Дух лжи вошел в их уста При пороке Михея, как было? И все они лгали, иди в рабов галатские Иди в патриархию, победа будет Вот с чего надо начинать А что он неладно сказал? Это его слова, я ни одного слова не прибавил С другой стороны подойдем Что неладно-то было? Неладно то, что надо было предупредить Что будет выставляться Да зачем предупреждать, когда перед Богом Он же верующий? Дальше опять молотит, как бабка заборная Кого предупреждать-то, когда Мысли судить Бог будет Мысли, ты о суде Божьем думай-то А не о том, как перед людьми хорошо выглядеть Это вот уже откладывается, видимо, на второй план А ему важно, что сейчас не откладывается Никаких планов не может быть Если ты верующий, ты знаешь, будет суд Божий Чай и воскресенье мертвых Меня предупредите, тогда я буду другим Нет, ты такой, какой есть, должен предстать Чтоб тебя люди видели Ты должен Бога благодарить Что наконец-то тебя хоть с какой-то стороны Высветил Бог Опять даже исследования самого себя нет Писание говорит, исследуйте самих себя Верили вы Кажется, что определять-то? Я верующий А вот исследуйте, Павел говорит Как исследовать? А как? У тебя хлеб, вода? Исследуй под микроскопом Посмотри, сколько там Бухарашек крутится Я хотел, чтобы с какой-то стороны подошли Вы меня сосватали на него Я благодарю А теперь у него надо все собрать, что было, и выставить Вот все Его к этому столбу подтянуть-то Что он должен сейчас идти на отчетку Чтобы духа лжи из него Господь выгнал Он не понимает трагедии, которые у него Он у него уже мозги все спарил Вот это и есть вся патриархия Ложь Ну да, ну и вот он больше переживает за то, что, видимо То, что он вот попал в юду А вот за все остальное, как бы, мы с ним не говорили Ну и нет, может быть, он даже в воскресенье Он же никогда бы ему назначили Мне не назначили, ничего не говорили Может, через неделю Но он-то после этого попросил Он мне написал, что мы приварили Сына Кик-Чемучу встретиться По-моему Он вот как будто говорил и не говорил Такое, знаете, говорит Ни налево, ни направо Он сказал, воскресенье даст ответ Ну, воскресенье вроде даст ответ Вот он говорит, Володя, как-то Не пойму Но после этого он сразу вышел и попросил молиться Если он попросил молиться, значит он знает, что у меня духа лжи нету Нет, ну это, понимаете, как это пошло-то в мою ответственность Я его вытащил, то есть изначально зная о том, что будет выставляться видео Я его не предупредил Вот получается, что я так Значит, ну нужно, чтобы патриархия заверила ему, дала документ, что разрешают говорить Да тебе никогда бы не разрешили Ты перед народом-то выходишь-то Что говоришь народу-то? Что ты верующий А дух лжи в устах У верующего дух лжи в устах Это означает антихрист Он еще не понимает, что он делает Он должен сейчас все собрать Каждое слово, которое он говорил, уже вытащил в печатном виде Исследовать Этого он не боится? Что он лгал Он лгал И не что-то лгал, а по-крупному Я, каноны Да сам по себе вопрос говорит о том, что каноны Ты знать не знаешь Меня не знаешь И теперь меня садили с канонами Когда каноны издавал единственный я Я Мне Господь это доверил Я их писал, перепечатывал, начитал на пленку И раскатил по всей стране Когда в патриархии за 70 лет ни разу не издали книгу правил Зачем я это делал? Я ему сказал У вас ежедневно нарушаются 413 правил У нас ни одного И ты мне И ты сколько трепался за углом-то? Вот о чем речь-то идет Ему совершенно не об этом надо говорить сейчас Ему надо идти на исповедь Бежать бегом Чтобы не погибнуть в этом состоянии Он в ад пойдет Они не понимают И по ним они не доходят видимо это Да Сережа, он не один такой Он не один Вся патриархия это ложь Когда меня спрашивают Что такое патриархия Я отвечаю Ложь Одним словом А двумя Всегдашняя ложь А тремя Тотальная всегдашняя ложь Лживые отношения между священниками Между высшими и низшими Между народом Между священством и народом Везде ложь Они нигде Ни разу не говорят Ни патриархии То, что патриархию Организовал Сталин и Берия В сентябре 43-го года Там Семанский пришел Ярошевич Которые с ним были Трое И этот Был тогда Под патриархом Острогородский-то Вот оно Откуда все идет И они должны сказать Что это дух лжи Который сделал их карманной Для коммунистов Чтобы развозить Заразу для коммунистов Вот еще патриархия нужна Они это делали Впервые В мировой истории Было такое Чтобы отреклись От мучеников От исповедников Которые там были Они всех сразу Объявили незаконно Как Сталин Все кто в плен попал Враги народа Всех 4,5 миллиона В первые же дни Войны потеряли Все пленные Все они стали Для гулака Пищей Так и здесь Их заставили сначала Отказаться У нас гонения нет Они сразу объявили У нас гонения нет А в это время 99,9% Священства Было в заключении Всех до одного Объявили врагами Страны У них покаяния То не было А когда Сталин Умер Сталин Что Алексей У него у гроба говорил Богоданный Вот что Посчитайте его Считали это Нет Нет А я вам дам Так они Это напечатано было В журнале Московской патриархии Они же не скрывали Тогда Это потом они Начали отскребать От задницы Эту грязь Кто его за язык тянул-то У гроба Тирана У гроба Нерона Павел бы стоял И распинался Богоданный вождь Они потонули во лжи И он не понимает Даже Что его высветилось Вот это Вот он должен был бы Сейчас у меня Стущаться Как вы ночью И говорить Я включу только Разреши мне Покаяние принести В первую очередь Передо мной Он лгал-то на меня Не на Гундяева И еще придумал Богородица Да я эту дорожку-то Протоптал Что там уже и пыли нету Все сдуто Они лгут И знают, что не так Да зайди у меня Посмотри Сколько фотографий Что вместе с епископами Идет служба И священники у нас У нас служат И он это видит все Это ролики выставлены Ему это не надо Я не говорю О сегодняшнем Какой я не знаю Вчерашний он Именно такой Жалкий лгунишка Он обязан был Тут же выйти и сказать Я лгал У меня один вопрос Где Дух Святой был Что лгал Это естественно Мало грамоты Мало совести Самое главное Это не против совести И против Писания идут Но ты-то сам знаешь Что Дух лжи Вошел Но нигде не написано Что он вышел В 2000 лет Никто не сказал Что он вышел И он бы сразу сказал Да я не знаю Вот это начало было бы у него А он сразу А меня они предупредили У меня как-то Я у сестры был А у нее племянник Заковырецый такой Пришел А там священники Патриархийно У нас разговор идет И все записывается конечно А он зашел Сел перед самой камерой А что меня не спросили Согласен я или нет Я говорю Не согласен Зайди на кухню Или не вылезай из дома Зачем ты вылез-то сюда По улице я иду Камеры направлены снимают А кто я тебе дал Что ты смеешься Это все безбожество Прилипло к вам Ты верующий Тебе такой вопрос Даже задавать не надо Даже на горшке Тебя сфотографировали Почему Ты перед Богом такой Перед Богом Без всякого налета Без фальши Без лакировки Они живут-то на рожьем У них Бог Библия-то отдельно на полочке А он отдельно действует И смотрит Как в миру одобряет или нет Вот из-за чего он Меня где только не снимали Какие фильмы не снимали Спецзаказ КПРФ Спецзаказ ФНСР Ильейская организация На меня Специально Хороший журналист Мне встретился Александр Тихонович И да Тихонович На меня Это Черников фамилия Молодежи Алтая был Радиостанция Свобода Это английская Заказала на вас Статью Я говорю Какую статью Ну явно Неположительную А он только что Положительную статью Написал В лагерь был Я говорю Что Да у меня такого Никогда не было Второй месяц Я ни одной строчки Не могу написать Как Саш Тебе дали задание Ты выполняй Ну у нас же Хорошее отношение А мне это не касается Мне они задание Не давали тебе Они себя спросят Значит где-то ты уже Коготок увез В долги влез Наверное Так и получилось А дальше Мы счетчик поставили И пришлось бежать От жены От детей И не знает Где он находится По сегодняшний день Ему дали заказ Он не может написать А ты ничего не напишешь Вот этот отец Геннадий Фас Магистр богословия Теперь он Менонит Который в моем доме Стал православным Батюшкой И он говорит Вас спасает Ваша безупречность Они ничего не находят Они меня исследуют 50 лет Под лупой КГБ И ничего не могут найти Последний раз Приходит следователь У меня был тогда И вот он Курьят Владимир Кузьмич Когда уже Все закончил Дело закрыто И ничего нету Я найду Где ваши деньги Где в Гансе Я По волосинке У вас Из бороды Буду вытаскивать Владимир Кузьмич Зачем это говорить Нет его В молодых годах Умер Я на свободе А он На земле Прокурор Сидел Дулся Как Брежнев Такие брови Я говорю Ну не дуйте Сяков Иванович Все смертные Ты меня посадят Ты домой пойдешь Ну с этой ненавистью Ты пойдешь Домой К жене Я еще не вернулся Он уже в гробу Лежит С вами Бог Будет расправляться Вы это не знаете Касающийся Единицы окон Твоего Самый лучший Представитель Старообрящегося На меня Ополчился Смертно До дома Не доехал Машину ударил Даже Тысячи доли На покаяние Бог не дал Секунды Бобков Отец Евгений Город Гомель Не прикасайся Господь Говорит Я дело Дело Божие Я под его Патронажем Нахожусь Ты у меня Найди Чтобы я прожил Хотя бы полдня Хотя бы один час Для себя самому Ты вот что найди У меня сначала Они исследовали Исследовали Я еще Под следствием Нахожусь Он приносит Уже все Светствие показало Ничего за вами Нигде ни копейки Не брал Работал Работал Два с половиной часа На сон уходило И все на дело Божие Представитель КГБ Приехал Никулин Юрий Михайлович Полковник Игнать Тихонович Московское МГБ Московское МГБ Считали что В Сибири Трудится несколько групп Я говорю Что? Один человек оказался Один Вот и все Он бы маленько Глянул Мой биографии И попятился Куда он залез? Тебе скажи Мозги охлаждать надо Покаянием Холодным душем надо Перед народом выйти Сказать Я лгал В интернет выйти Сказать Я лгал на Лапкина Я лгал Он православный Как епископ Сугубо православный Теперь Зачем я так говорю Для тебя Мне это разницы Никакой нет Когда имя ваше Понесут как неугодное Велика ваша награда На небесах Мне это нет Никакой разницы Почему? Я другим делом занят Он У меня сегодняшнее Он не знает Где я ночью был сегодня Он не знает Где я вчера был И он Позавчера Что меня долбит А я уже в другом месте Снаряды ложатся На пустыре Они за мной Гонялись Как за зайцем Кто же такой Игнатий Лапкин Алтайская правда 140-100 тысяч Экземпляров газета И это официально Людей подобрали А они потом По одному приходили И каялись Кто подписал эту статью Они бессовестны Ну это у них Сейчас железно Это просто идет Такое уже поветри Я же у одного Батюшка спрашиваю Говорю Батюшка Ты залатки Ничего не знаешь Он На следующий день Приходит Ко мне А я с ним По телефону Сначала говорил А потом На следующий день Приходит И уже мне Полную Раскладку дает Ну не веди Кто Ну Лапкин Веди Кто Ты не вежи Говорит Ты знаешь Там вот Левашовы Там Секи Лапкины Ты туда В эту сторону Даже бы Это не смотри Так осложилось Человек И не знает Кто такой Что до Лапкина Он уже Такую информацию Ему просто Сказали Что это вот Тот-то 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 И он уже Все дает заключение Я согласен Что он не знал Я спрашиваю Дух Святой Знал или не знал Кто такой Лапкин Почему Он тебе Дух Святой Не предупредил тебя Но кто Духа Христова Не имеет Тот не его Римлянам 8-9 Ты чужой В христианстве Ты вот что не понял Поп Перехрестись Тебе и крестные знамя Не помогают Потому что на руке У тебя сатана сидит Ты лгал Мне-то Какая разве Ты утверждаешь Я еретик Ты скажи Подтверди еще раз Во все услышание Выйди Я еретик И скажи Я отвечаю за эти слова Все Больше мне ничего не надо Вы за углом Хрепите Как тати Воры А ты скажи Я еретик А я этим словом Тебя пригвожу К столбу позора Сразу Если я еретик И ты это знаешь Ты хорошо знаешь Что я еретик А я не еретик В первую очередь Ты солгал А во вторых Епископы Которые рядом Приезжают с семинаристами Со священниками Служат с еретиками Вы попадаете Минимум под пять Канонов Вселенской церкви Вас всех надо запрещать Вы молились с еретиками Вот чем дело Да не просто так А приехали с дарами Возжигали свечи Это все особый канон Вы Пришли к нам К еретикам Это Максим Который был Сейчас его в Липецк направили В Липецк А другой Максим Этот Сергий Иванников А тот Дмитриев был И они приезжают сюда Со священниками Нынче Четыре священника Послали сюда Послали не просто так А по указанию Патриарха Кирилла И патриарха туда же Толкать в этот мешок надо Вы с еретиками Хотите Чтобы еретики Вам подчинялись Не предъявляя им обвинения Вы служите с ними Я то не еретик Я с вами служу И целую руку вам Потому что я знаю Что вы благодатные священники Но вы то заранее знали Что мы еретики Вот в чем дело Сергей Ты ему скажи Ты посмотри теперь По твоему Если я еретик И ты утверждаешь Теперь Епископ Максим Он уже не Максим А Василий Михайлович Дмитриев Ты его вытрахнул Из епископства Он уже не имеет права Служить Он еретик С еретиками молящийся Делать еретиком Иванником который был Священники которые были Секретарь бывшей епархии Нынешней епархии Это секретарь Все они еретики Теперь по вашему То есть не судить А по моему Нет я не еретик И я их не считаю еретиками Я служу как с родными братьями Они лгуны Лжецы А участь лжецов В озере огненном Откровение 21-27 Ткни их носом В этот стих Лошадь дьявола 8.44 Евангелия Теана Ваш отец Дьявол И вы хотите исполнять Похоти отца вашего Почему? Сталинберия вам подсадили В рот В сердце И в карман Вы шага не можете Шагнуть без лжи А я на них ничего не говорю Кроме того что есть Торгаши окаянные Они В каждом храме Торговлю держат Да я говорю Что мощи надо захоронить С честью Я опираюсь на писание Прах ты в прах Возвратишься Я привожу В свидетельство 1173 святых Ни одного святого За всю историю не было Который разрешил бы Брать что-то от мощей А запрещающих Я выставил всех Они их не знают Они жития святых Их не знают Я их знаю Я их насчитывал Составлял симфонию А это же идет С какого Это же идет Уже более полутора тысяч лет Вот Поклонение мощам Это уже с какого века идет Ну и что От того что грех По времени продолжается Он только усугубляется Потому что ты имел Возможность исследовать Что это не так Трупопоклонники Так они за это слово Ухватились Трупом Я сказал Мощи трупом Ты открой словарь Григория Диченко Посмотри Всякий умерший Делается трупом Всякий умерший Делается мощами Мощи А трупами Разве можно Святых называть Я говорю Кого нельзя Матрону нельзя называть Ксению Петербургскую Нельзя называть Что это труп лежит А когда убили Иноха Илью Откровение 12 глава Говорит Бросил трупы Их на улицах города Трупы Трупы бросил Это не мощи Далее Господь говорит Где труп Там соберутся орлы Кого он трупом называет Блаженный Пепелак Говорит Христа Распятого Бог Сам себя называет Христос Трупом Они невежды В Писании Они не знают Однажды Мы беседуем Вернее Они еще до беседы Тут он был Архиепископ Гедеон Докукин Потом Ставрополь Он был митрополитом Ну мы с ним Идем со двора Заходим К нему в кабинет А у него Прихожая громадная Такая А там Священников Я один выскочил Прям Владыка Мне ехать далеко Отпустите меня Скорее Я столько Время жду Он повернулся Игнатий Дольше ждет Вашего покаяния Проходи На меня Мы зашли Беседуем Вот полчаса Я говорю Владыка Там столько Священников Ничего Подождут Вот какое дело И он тогда Достает Библию А тогда Библия Не так уж На каждом шагу Она была И говорит У нас Кардинал был Здесь католический С делегации Ну и вот они Книгу подарили Тут Хорошая книга Его книга Кардинала Ну и тут Написано Что Хотя на нас И говорят Сектанты Что мы Воскресенье Называем А на всех языках Звучит День солнца Ну зона так Сандай Ну действительно так День солнца Вот Но в Библии Это нигде Бог не называется Солнцем Видишь как Это как бы Наша ошибка Православная Я говорю Нет ошибки Владыка Никакой Он называется Прямо солнцем Как называется А где Я говорю Псалом 83 12 стих Он так Отшатнулся А то вы наизуне знаете Владыка Да как же писание Как же его не знать 83 12 Он открывает Библию И читает Бог на Господь и Бог Наш солнце И щит Значит щитом Вы признали А солнцем Не признаете Да нет Да я на эту книгу Не очень так Это И Библию Мне подает Вот у меня Библия новая Я по ней занимаюсь Я беру Открываешь А когда А на корешке Там клей Он захвустел Я говорю Так она не открывана Была Ты и тут догадался Я тебе подарить Я хочу Это они играют Им нужен советник И советник Не щаплин Вот меня патриарх Пригласил бы сейчас Ну я подумал Мог поехать Вместо щаплина Связь с народом Держать Я ради смеха Уже говорю Потому что Советник Хусий Спас Давида А ему Давид Дал один наказ Только Ты знаешь У него хетофел Его слушают Как Бога Будет что говорить Ты только против Делай Совет Так и было Хетофел дал совет Который погубил бы Давида Он говорит Вот на этот раз Он нехороший совет Я китопел пошел Вот уже Повесился Он понял Что все проиграно Я бы делал только одно Напротив Говорил то Что они с патриарху советуют Вот и все Это уже тоже Для юмора Им нужно Научиться каяться И когда они говорят Никого не судите Папа Они имеют ввиду Только одно Не трожьте нас Не обличайте Больше у них ничего Тут не заложено Они судят Налево Направо Я их не сужу Я знаю Что канонов у них не было Они их не знают Книгу правил Могли издать Она не антисоветское Произведение Почему Спасите священников 70 лет патриархия Ни одного экземпляра Ни одного экземпляра Не издала Как можно было Служить в церкви Не имея суда божьего Они отменили суд Церковной 70 лет не было А канон остался один В мирские суды Обращаться нельзя И такого беззакония В мире нигде не было Никто об этом не говорит Я это озвучил Вот у нас Священник один пошел Здесь Отец Павел Ермоленко Павел Алексеевич Из городов Камня на Аби А его Которые священники близкие Говорят Возьми с собой магнитофон В прошлый раз Владыка был Максим Дмитриев Говорили о полном погружении И опять делает Как попало А у них там Этот Благочинный Гордиенко Николай отец Бывший порторг Да он весь пропитан Коммунистической язвой Ну он пошел А тут у нас Хороший человек Есть Его после крещения Никита звать Александр Викторович Сонаров И он говорит Ну возьми мой магнитофон И он когда пришел беседовать Решил задать вопрос Про крещение И что Владыка Подтвердил Что крестить только в полное Как вот Хемерский Ростислав Тот сказал Хоть один раз Крестить И теперь Мочением головы Сразу Изгоню И они Попы испугались Вот что ему же делать А я уже давным-давно Об этом стучу Наведите порядок Сначала у себя Гепархии Ну и епископ Обнаружил То ли у него щелкнул Там или еще на это Механическое действие Это было Крутицы там Надо было пленки Он с него содрал Рязку Снял с него Крест серебряный И отобрал магнитофон И не отдал По сегодняшний день То есть ограбил В присутствии Двух благочинных А благочинные были Это погиблов Отец Михаил И Войтович Отец Александр И сколько Не писало Отдать Он запретил Его служение Сам только не снял За что Вот эта мстительность У них Диких волков Я иду К прокурору края Генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович Юрий Федорович У нас обстановка такая Вы как юрист Высокого класса Подскажите В мирские власти Нам нельзя обращаться Канон говорит Мы не можем нарушать А он без канона Ободрал Ну нет такого предприятия Допустим Ну мастер не так делает Его директор завода Вызвал Раздел Отобрал И сказал Закон запрещает Обращаться В суд Я имею право Обращаться в суд Любая кухарка Может на Пути нападать Если у нее дождь Соблазнил там Или курицу утащил Он говорит Так я тоже Тогда не знаю как Я говорю Вот как Обратитесь С ходатайством И скажите Вот ко мне Обратился Такое-то Я принес заявление И закон Церковный гласит Церковного суда нету Надо обращаться Церковный суд Сначала А его нету То есть Они пошли Против канонов Устранили Церковный суд Советская власть Не могла Это им навязать Это вы сами сделали Они прокляты Перед Богом За нарушение Главных законов Главных законов Нравственности И прокурор Края Близкий мне человек Друг И он не пошел На это Я говорит Не знаю В первый раз так встречаюсь И как Он снял с него Это не дал Да мы посчитали На 7 тысяч рублей И Примерно так Прикинули И так и не отдал Но я не служу Теперь все Но верните мои вещи Не вернули Не вернул По сегодняшний день В Ельце Теперь служат И Липецкая область Вот и все А они лгуны Лжецы До мозга костей Павла Павла Эдельгейма Убили Они на гробе Готовы Либо Вахханалию Творить А он все время Говорил Ложь патриархии На каждом шагу Он боролся За преподавание Русского языка И прочее А когда умер Теперь по Нигерике Начали петь Они всегда так делают Не задумываются Они не задумываются На год Конкретно Теми проблемами Которые вы Вот Сейчас освещаете Они об этом Даже не задумываются Им нужен толчок Вот им нужно Как говорится Просто пояснение Какое-то Они живут Размеренные жизни И дать Ну вы это задайте Скажите Можно ли ехать По дорогам Не дав правила На этих дорогах Как ездить Ну в какой стране Такое есть Чтобы шофер был А правила не было Не знать Так в церкви Так как вы могли Двигаться вперед Когда правила Ни одного нет А их 719 правил Мы учили Вот так двигаться А они так и двигаются Вы думаете Это случайно Потому что правила Ограничивают Правила Это штахетина Забора Закон Это забор Я обнес его оградой Написано Виноградник насадил А ограда Это означает закон Вор перелазит Индии Индии То есть не воротами А пастырь ходит Дверьми Христос говорит Евангелие от Яна 10 глава А что такое двери Двери Это священное писание Святая Библия Посмотрите Столкование То есть дверью вошел Все Пункты О Христе 300 пророчеств Примерно Все сбылись А если бы хоть одно не сбылось Все это лжехрист Христос из Назарета Это обманщик Я бы соединился с теми Кто обвинял в этом Почему Ну а заплатили бы Иуде 31 серебряник Уже не Христос А 29 Не Христос Только 30 Цены росли и падали А цена раба В деревянных башмаках Стояла на 33 серебряника 700 лет Вещь неслыханная Чтобы везде Дефолты были Везде падали Цены поднимались А цена раба не менялась Такого не бывало никогда Только на одном Почему Пророчество Уже изрекло 30 серебряников было Пусть они ответят На этот вопрос Они не задумываются А кто вам это подсказал Никто На молитве Бог мне подсказал А когда это вы Обобщать тоже так вот Нельзя Мы опять же Обратимся к пророчествам Серафима Заровского Сказано же Погибнут И не все погибнут А большая часть Погибнут Кто-то же останется Как вы говорите Из пяти троя Погибают Он будет Остается значит Сейчас По правилам Ты поверишь Значит Кто-то все-таки Живет По правилам По канонам Кто-то Служивший Христос сказал об этом Земля и небо Приедут Слова его Не приедут И далее Остаток церкви останется И об этом говорится И это будут творить Причастливо Мое воспоминание Доколе он приедет Это послание Кресландо-никейцам Значит Останутся И останутся Они где-то В потаенных местах Когда говоришь О монашестве Вот я говорю У меня изречение Есть такое И я его подтверждаю Что монашество В том виде В каком оно есть Принесло зло Не добро А зло Которое больше Чем то зло Которое принесли Коммунисты Фашисты Мусульмане Масоны Вместе взятые Я отвечаю Последний наказ Дает и дети По всему миру Я всех их благодатными Признаю Чтобы ты знал Всех до единого Какие есть Потому что Они если они Еще не отлученные Я их признаю Я ни на кого Не накладываю Печать Еретик Ни на кого Всех до единого Священников Которые служат То алтаря Которые Не отлученные Не запрещены Патриархией Я их всех признаю Благодатными И каждому Подойду под благословение Ты слышал меня? Вот ответ Я говорю Монашество Монашество Оно нужно Для того Чтобы готовить Людей Проповедников Миссионеров В мир И докармят Старых Которые одиноки Ну они же Обижаются На это На ваших Не то что Обижаются А просто Вот из-за этого Идет и молва Такая Что Лапкин Вот так вот Обличают Беспочвенно Они же Вот это Выставляют Беспочвенно Да Под одну Временку Всех Вот Я не всех Не всех Двоих Оставляю на расплод Которых Сегодня Они гонят Скажите За что Отлучили И сняли Сам По их мнению С Глеба Якунина Он Семь лет Отбывал В якутских лагерях Свобода Которой Мы сегодня Пользуемся Ведь она В большей степени Была завоевана А не дана Как дар Он тогда С Эшлеманом С Николаем Священником Вдвоем Открыли все Тогда был Заместитель Председателя Совета По религиозным культам Фуров И он сделал доклад ЦК ППСС Этот доклад Сделал Через голос Америки Видимо Опубликовал Якунин О той Несвободе Которую наложили На церковь Что все Отдали старостам Священники Бесправные Несредствами Ничем Не располагают Это они Сегодня Купаются В деньгах Не зная Что Это все Принадлежит Борьбе Которая была До нас Это отец Для Пикунин Он исповедник Они даже Благоговейно Его имя Произносить А они Его выкинули А за что А за то Что когда Петерим Другие Там Ювенали Сидели В Верховном Совете Тогда еще Дума-то не была Называлась там Депутаты избраны И он рядом с ними Ну вот они решили После этого Что Больше в государственных органах Чтобы священники не были Да они Хвостом виляют Налево-направо А он не подчинился Этому Как это так Вчера были вместе А сегодня Вы запрещаете И они значит что Запретили его Он не подчиняется Снять с него сан Ну он уж Он служит там Где-то у Филарета Или у кого На Украине Так это не канон Он нарушил-то А ваши Предписания Которые ни на чем Не основаны Вы оправдали первое Что среди народа Должны быть Влиять И священники Пошли в городскую думу Везде были священники Везде И вдруг сразу Одним махом не стало Никого Остался один герой веры Отец Глеб Якунин Я у него был Как-то записал Ответы на него Вопросы Это у меня Две пленки было Представь себе Интервью 16 часов Лихо И сразу КГБ узнали Приезжает Никулин Юрий Михайлович Ко мне на работу Сначала позвонил Скажите Игнать Игорь Михайлович А вы не могли бы Нам эти пленки дать Я говорю Конечно нет Ну а прослушать Прослушать Да И он Приехал ко мне И главное Привез Маяк 205 Это мой Маяки 15 магнитофонов У меня при аресте Изъяли Самый современный 320 он стоил Рублей Один А у меня Оклад 72 рубля Они тогда уже умирали Где у меня Такие деньги Вот И он у меня До утра Как слышь Сидел и все Слушал Представь себе А я то Обычный сторож Я могу прилечь Где-то А я целую ночь Не могу Прилечь даже И он кончил Да Великий мудрец А я думаю Мой магнитофон То наверное Привез Разграбили Растащили Как Шульгин писал Когда матросы Ихнули в зимний дворец А я гляжу И думаю Опоздали голубчики Серебряные ложки Твои вилки Уже растащили Первые матросы По карманам Все совали Я им знаю Что поцелуй Я им Скажу одно Покайтесь И веруйте в Евангелие В этот пункт Не выполнили Христос Уже Как говорится Секунды остались До вознесения И говорит Сидите И ждите Обещанного Духа Святого И обрекетесь Силою То есть Монастырь Христом Образован был Только на 10 дней На 10 дней И они сидели Ждали Дойдя 50 А еще Попытки монастырь Были оставать Где? А Иоанн Три ученика Были на горе Фаворь Давай сделаем Три кущи А народ пускает Там сам по себе Господь запретил это Вот это попытка Монастыря Во имя Петра Апостола Иоанна Андрея Был там На горе Гора-то Фаворта Это придумано Никто не знает Какая гора была Так уж Приняли это Ну да Они вообще Писания не знают Не знают А я при чем здесь Занимайтесь Да времени нет Я вас разгружу Я этому Сергею Сказал Он говорит На литургию А зачем она тебе Литургия-то нужна Я один раз Служил в воскресенье Достаточно Чего вы молотите-то Ты что думаешь Литургию Ты не будешь служить Сегодня Звезда за звезду Засыпется где-то Ну а мы Я не один Да ни одному не надо Я говорю Сказали Приведите осла И осленка Ослицу Христу А его привезли бы Нагруженными Тарой Ящиками Коробками разными Ну которые Из-под пива Садись А ему сесть негде Вы загрузили Чем требуем Чем попало Занимаетесь Я тебя освобожу Ты на исповедь Ты сколько принимаешь Забываешь Членок 300 Ты объяви Кто пост нарушал Согласно канонов Он должен поститься Отлучается на 2 года Тебе правило надо Амкирское правило Я тебе скажу какое Ну раз ты поп Невежда Ты сознайся в этом сначала Так и что И ты посмотри Сколько у тебя останется Дальше Женщины Которые хотя бы дома Надевали мужскую одежду Нету Второзаконие 22.5 Мерзость перед Богом Этих мерзавых Выгони из храма Сколько осталось 300 Да у меня тут человек 5 А почему так решили А потому Что мой родной брат Портаверия И отец Аким Приехал А священник ему говорит Вот видишь сколько людей Они все на исповедь пришли Ты поможешь мне Он говорит Ну как-то Ну я тебе сказал И он это Что я говорю Мой брат сказал И бритых Я ни одного не принимаю На исповедь Ну 5 человек осталось Ну пятерых я исповедую Все С улицы Любой приходит Рот разденул А священник стоит И кричит Кто не причастился А одна наша сестра Жолнира Нина Александровна Она сестру Надежду свою Готовила К крещению Она мочоная была Она отдельно была Отошла Она ее не видела Она заходит А ты где была Тогда я причащал Да как же причащался Ты же оглашенная Но он стоит С чашей И кричит Кто не причастился Третий раз Когда крикнул Кто не причастился Ну я поняла Что он меня зовет Я подошла И причастилась Златоуст говорит Тело мое Лучше отдам Сам Нежели тело Господне Недостойно Причащающимся Они безумствуют У них нет Литургии верных Оглашенные Извинить И кричат А никто с места Не двигается Когда я объяснил Папам здесь Кто они Говорят Так мы должны Сами уйти Сначала Ну и выходи Потеря небольшая будет Гляди-ка что Однажды я бесел Со священниками Вот так И Господь коснулся Их сердца И они вышли К народу И стали приносить Покаяние Люди-то ждут На исповедь А они сами вышли Давай исповедоваться Мы Бога не знаем Мы Писания не знаем Я окончил академию И только одно Покрасовать Со своими знаками Так Вот что дорогие Наши братья и сестры Исповеди не будет У нас Весь Великий пост За это время Будем молиться И принесите все Записки Все тетради Где вы молились Шоптали Лечили По своему бабки Шептухи И он показывает Вот так На метр примерно Две пачки Говорят В храме принесли Одна на другую Это двухметровый Архив Мы вышли во двор Сожгли Город Фрунзе Город Фрунзе Вот так И тогда Говорят На последние недели Великого поста Начали исповедовать Так они сами Были поражены Сколько в народе Вот этой мерзости Что у них делается Они понятия не имеют Вот дежурный Одного поставили А дежурный человек К нам близки В церкви Ну через ограду Одна женщина подошла А где у вас Вшей продают Она говорит Какие вшей Ну какие Насекомые А зачем Так мне подруга Сказала Говорит Что тут вшей Продают Если эту вошь Подсадить На того мужа Который ушел И она его укусит Он обязательно вернется У вас какие-то Святые вши тут есть Он говорит Ничего этого нет Это обман Какие вши-то Сейчас Химических средств Много-то И прочее Так и не продают Нет Паразит ушел И домой не возвращается Вот понимаешь Какое дело Вот он пьяный лежит Ноги с тротуара И машина проехала Ему ноги отдавило Но он лежал И видимо И не заметил этого Теперь ноги По колени отрезали Так бабки его завалили Теперь он мученик Возле храма Аварию получил Без ног-то Уж они С этим Алексеем Замучились куда-то Из-под него Моча течет И который Этот песок мокрый Готовы глотать Святой Исцеление какое Идет Патриархия Сегодня Патриархия Сегодня Переполненная Ненужным Там все Надо Ревизировать Там Всему есть место Ритуалам Преданиям Всему что угодно Но нет места Христу Нет места Святой Библии Вот два слова А Мартин Литер сказал В мире Есть одна книга Библия Есть одна личность Христос Вот заодно Это к Литеру Нужно уже По другому подходить Католики То пересмотрели Своё отношение И если он был Сегодня И благодаря ему Мы многое Пересмотрели Враг Нам лучший друг Враги Нам лучшие друзья А за Лапкиным Они будут гоняться Но только скажите Что он для вас Не досягаем пока Меня Бог хранит А когда Придаст ваши руки Вы убьёте Это вчера Сестра Сестра Родная моя Подходит Ко мне Вот А я говорю Смотри Смотри Вот видишь Перед тобой Ты святых Когда-нибудь видел Я говорю Вот смотри Святой сидит Его Говорю Умьют Скоро Он Говорит Своей жизнью Не проживёт Мучеником Побрёт А вот Один священник Тут зашёл Отец Сергий В интернете Схватился за меня Совершенно незнакомый Священник А тут интересно Одна вышла Но она программист Очень-очень сильно Женщина разбирается Ну и Он ей говорит Что делать-то Говорит мне К Лапкину нельзя обходить А отец Андрей Кураев Послал мне Книги Которые новые Вышли У него Приобрести Ну а я отца Андрея Говорит уважаю Он говорит Иди Я тебя знаю Это ты Наглая поповская рожа Она его так зовёт Наглая поповская рожа Он пошёл И вот он сейчас Она говорит Он пришёл Когда Я пришёл Я говорю Бежу с ним Он как в прострации Какой В чём дело Какой-то Афиногенный Такой пришёл-то Да к чё Говорит Я пришёл к Лапке Он говорит У меня паспорт Попросил Первым делом И Ставленную грамоту О рукоположении Но я знал Говорит Принёс Он говорит Проверил меня До десятого колена А потом А потом я забыл Кому пришёл У нас такая была беседа Он все книги Бесплатно отдал И он пришёл Говорит Я пришёл Говорит Он сияет весь Говорит Я говорю Ну вот и всё Я сделал по правилам Что я должен был сделать Я должен тебя проверить Ну Не надо В лохотроны играть Ты представляешь себя Священником Я должен узнать Действительно ли такое Потому что много Фальшивых Вот Он пришёл Наш епископ Я встретить хотел Такого человека А уехал Под полным обаянием Почему Да вы Такой строгий А тут И этому Епископу Говорит А вы знаете Однажды я ехал С Лапкиным Я к чему говорю Вам не победить его Почему У него голова другая А я Ехал Своей шапчонки И замёрз Он снял Свою шапку А он же Видишь Какой Лысый Так его шапка Сверху на мою голову Вместе с шапкой надела У него голова Какая Какой у него размер А я говорю Я в армии когда был Половина лета ходил Фуражку не могли найти По размеру Я при чём здесь Мне по природе Такое досталось И он Епископ Вот о нашем разговаривает А сам смеётся Он говорит Голова другая Вы его не трожьте Вам говорит Его не победит Это епископ Епископу говорит А я ни о какой победе Не думаю Я об одном молюсь Чтобы они Были настоящими Христовыми служителями За которых себя выдают Ну а если вы Знаете Что они не такие Мне А почему вы под благословение Приходите Всё остальное По немощи человеческой А я признаю Его благодатность Вот и всё Да Да Зачем они за мной гоняются Зачем У меня нет Никакого звания У меня нет Никакого образования У меня есть только одно Святая Библия И вот вчера И вот вчера мы Написали Ещё третий Четвёртый Ролик Песнопения На стихи Лапкина И сегодня Вот утром Только встал Вот сейчас Прочитаю Что мне уже Кинули Так Подлагаются Жёсткой критике То есть Как Кураев Назвал меня Сейчас Это как Никогда Требуется Некоторые Ваши стихи Хотят озвучить На профессиональной Студии Конечно С их плотным Графиком Пересчитать Всё сложно Но для начала Нужно То Что вы считаете Лучшим Также Вылез Какой-то Епископ Которому Так всё У вас Нравится Как я понял Относится Он Капоц То есть К апостольской Церкви Мне для помощи Нужен хороший Ответ Там на женщину Говорит Кристиан Ле Гран Я выставлю Его в теме Ответ На него Давайте утром Сразу Переправлю Благодарю за помощь К слову Сказать Вот я сейчас Разговариваю Мы ещё Утреннюю молитву Не совершили Я залез Чтобы узнать О чём молиться Теперь спросите Кого-нибудь Скажите Когда вы бываете Вы в интернет Когда залазите Я должен В 5 минут Быстро проглядеть И на молитве Всё перед Богом Принести У вас есть Такая связь с Богом Чтобы интернетные данные Вы перед Богом Выкладывали Вот когда они приходят Папы Вы узнаете Как этот зашёл Там написал Громадная Прома статья Кирилл Серебрянский Писатель какой-то Про меня Как я Богу Обратился А сейчас Говорит Игнатий Кихович Активно осваивает интернет Активно Неактивно Но На ютубе У нас Наших роликов 1230 Наших Не чужих Все до одного Наши А почему Иеремия говорит Если ты изничтоженного Изничёшь полезное Сделаю как мою уста Награда какая Не сказал Бог Если ты изничтоженного Изничёшь полезное У тебя будет всё благополучно В жизни Но Награда А я это награды искал Вот из любого скайпа Я делаю Материал Кошка рядом играет Я снимаю Получается прекрасный ролик Вот так И всё Внагом Господа И всё И люди уже смотрят Не пропускают А всем интересно Все смотрят Да Да с интересом Вот эти наши Переговоры С вами ролики У меня по скайпу Я выставляю Уже от шести человек Кого спрашивать Это мой ролик Я его записал С кем я разговариваю Ты сам на меня вышел Мои друзья Почему ты посчитал Что я враждебно Воспользуюсь То что Я не добавляю Ни одной секунды Вот закончилось Сейчас Брякнуло Всё Бывает иногда Уже там хлопнете Отошло И я только Кое что скажу Я не вижу Что он снимает Вот и всё Вы их предупредите Скажите Ущица лжецов В озере Огненом Опомнитесь Братья Скажу вам Мытарство лжи А оно особое мытарство Особое Почитайте Житие Василия Нового Феодора Цареградская Да вам не пройти Вы оттуда Сковырнётесь Как с колокольня Если предупреждать Ещё У человека Не будет Такой Откровенности Не будет И будет Живанство Вот я считаю Лучше Не предупреждать Людей Да конечно Так интересно Этот Сергий За меня Стал заступаться Которого я провел Документы И говорит А вы знаете Что вот А почему Они против священника Один говорит Он о Библии говорит Да только Баптисты говорят Он говорит Подожди Это в интернете Скажи Твой сын В воскресную школу Ходит Ходит Ну он там изучает Был потоп Так это из Ветхого завета Это же из Библии Ну да Сын мне говорил Сын ему говорил А дальше А ты слышал о том Что Ну дальше говорит О том Что Содом и Гамор Разгорели Ну да Так это же из Библии Из Ветхого завета Как так Это разве не в Евангелии Нет Говорит Это не в Евангелии Но Христос на это Сылается Говорит Содом и Гамор И отради его Чем вам Вот еще в чем дело Да как же так А почему батюшка На исповеди Не говорит о Библии Нам Говорит Ну это его спросите А теперь Златоуста гнали Гнали В отлучение От церкви Он умирает Его сослали Сорок семь Епископов Посудили Патриарх Александрийский Феофил Как он гонялся за ним Добился Смергли Теперь где Феофил Где другие А Златоуст кто Вот так и с Лапкиным Умрет Подшлифует То что он писал И канонизирует И вот и начнут Ваши мощи Говорит резать Я говорю Кого? Меня? Я сказал Меня хоронит Только в сапогах Стоп Я как дам сапогом Так из могилы вылетят Он говорит Православие Все возможно Маленько погоня Еще один священник Отец Иоанн Суворов И стулы Игнатий Тихонович Читая книги То другое Они вас канонизируют Будут Подшлифуют И все Я против канонизации Нельзя меня канонизировать Ни под каким видом Я абсолютно Против канонизации Потому что Написано Не судите Никак Это прям Это И вот Как Бабки не ходи Да Не судите Никак Прежде времени Господь говорит Да коли не прият Господь И не осветит Сокрытое во мраке Никак Это означает Не проклиная его И не канонизируй Когда погнался Лаван за Яковом Господь ночью предупредил Не говори ему Ни хорошего Ни плохого А почему А начнешь говорить Хорошее А у тебя внутри Налито что И ты начнешь Перебазировать Все хорошие слова Плохие Поэтому Я тебя заранее предупреждаю Отрублю тебе язык Все Лаван пришел Вот у тебя дети Мои дети От его дочерей Это скот Мой скот А что я могу сделать А ничего не говорит Якова не говорит А просто бредит Что мой скот Да Яков заработал 20 лет Отбузил И холод И волк И все его были Надо внимательно считать Библию Трагедия русской церкви Заключается Не в чем то другом Не в гонениях От коммунистов А в том что Вы прогнали Сами себя и паству От святой Библии Это возникновение Сектанства А монашество Вообще Всех миссионеров Загубило Как Андрей Кураев говорит 600 лет Не могли послать туда Где родится Мухаммад Магомед Ну вот он и пришел С мященом Ситаганом Будет воровать детей И делать мамлюками И в районе лисица Уже была А они глупые Со всеми академиями Своими званиями А они глупые попы А что вы так о нас Говорите Я признаю вашу благодатность Как у глупых попов Принимаю ее А почему Дух Божий не может Дать вам больше Потому что вы трусливые Вы смотрите с приглядом Кому нравится Не нравится Даже записывать Вот это одно Доказательство Что вы боитесь Сами себя Ну я сказал Неладно Меня за это будут судить Ну ты то патриот Ты все время Говори хорошо Что ты трясешься Это я им как бы говорю Боятся интернета Сегодня Это я дома сижу Я за тобой не гоняюсь Подслушающий аппарат Не подставлял нигде Закона такого нет Что я с тобой разговариваю И этот разговор Я должен сделать тайной Такого нету Такой статьи в уголовном кодексе И в гражданском Процессуальном кодексе Нигде нету Я ничего не сделал Про них Это все происходит И по гражданским законам И перед Богом Тут уже не осуждение идет Тут уже чистая Чистая вода идет Вы спросите Скажите Вот вы разговаривали Это вы На самом деле вы были Лапкин не отрицает Что он был в этом скайпе Он ничего здесь не делал Интернетного Такого виртуального Подставлял вас Слова вставлял Ну как обычно делают Нет Так я не пойму В чем вопрос Вы просто спросите Ну вы знаете Что перед Богом Это все Выплывет когда-то Каждый шаг Бог фиксирует Эта пленка будет там Раскручена Перед всей вселенной Суд то будет Вы это знаете Знаете Скажи В чем его вина Конкретно Я сижу дома За своим столом Я не выходил Ты на меня вышел И теперь ты мне Делаешь ограничения Делать тайную беседу А это напрасно Я ее не делаю У нас было так Когда приехал Наш епископ Евтихий Курочки На Трусской Православной Зарубежной церкви И здесь собрались У епископа Дмитриева Максима Ну а перед этим Звонили С секретарем Беляевым Отцом Сергием Договаривались Я говорю Чтобы было Свободно Видео Аудио Записывать Рукой И фотографировать Вот четыре Да нет Мы сами будем Все это записывать Утром еще перезвонили Сегодня встреча В десять Мы встречаемся Да согласны Сели за стол Да мы тут решили Поговорили Максим Что ну а к чему Это записывать Как так Да мы же договорились И когда было Вот это так называемое Объединение Зарубежной церкви Не было объединения А был акт Каноническом признании Они лгут Слово объединение Даже не звучало нигде Это они все потом От лжи патриархийной Берия в Сталинской Ну и что Ну Ну Не надо бы записывать Как не надо Мы договорились Я пригласил фотографов Никаких-то Лучших фотографов Края Так не пойдет Я встал И вышел А епископ Посидел Говорит Мы только думали Сейчас беседовать будем А где Игнатий Тихонович Он же А наш епископ Говорит нет Он на это не пойдет Никогда Он не вернется Я вышел Объявил Наших десять человек Объяснил обстановку Но их бросить нельзя Уже батюшка пришел Епископ Надо так и так Я сказал Кто хочет Оставайся А кто хочет Идемте домой И мы ушли Но я поимел Поимел В мозгах Я должен возвратиться Другой дорогой Чем сюда пришел А почему Не знаю Когда мы были в епархии Наши По углам разбредались И там молились Они этого не видали еще никогда Вот и все И я пошел Другой дорогой Было с одним пророком такое Он когда пришел И Господь ему сказал Ты там не ешь Не пей И возвращайся Другой дорогой Помните А его пригласил Там один Я тоже пророк Божий Действительно пророк Приди у меня Поешь Но Бог сказал Нет Он теперь изменил Господь Он сел за стол И вдруг в это время Через него Пророк этот самый И говорит Ты до дома Не дойдешь Тебя лев Убьет Ну и все И так получилось И никаких поправок Не надо к тому Что вначале Бог дал Мне Бог сказал Уходить Другой дорогой И я ушел Ушел А уже второй раз Когда они собрались Уже они С огромной такой Видеокамерой Сюда к нам пришли Все уже снимали И в храме У них снимали Все Свобода завоевана Но кто-то должен был Пострадать Свобода завоевывается Она так не дается Где Дух Господень Там свобода У меня Дух Святой Я об этом молюсь Каждый день Царю Небесный Утешитель Души истины И же вездесы И вся исполняя Сокровища благих И жизни подателю Приди И вселись овны И очистены От всякие скверны И спаси Блажьи души наши Это молитва Духу Святому И я в это верю Он приходит Вселяется И не покидает А они в это не верят Не верят Я говорю Не верят Только потому Что он не верит Каноном А теперь на меня возлагает Я канона вроде не признаю Дома Малишонов Ты можешь любое обвинение Давать мне Какое угодно Но про канона Ты сказал Ты же попух Ты же знаешь Вот зайди На мой сайт И моим голосом Начитанная канона Вы найдите в интернете Еще книга Правила Начитанная кем-то Найдите Библия Да Начитанная Но почему именно Вчера я пошел По интернету Моим голосом Начитанная Библия Ну в разных вариантах Украшена уже И украшают там таким Почему Я послушал Другой выступает Там Прямо рядом Его кажется Валентин звать Фамилию Я просто пропустил Я сразу же Мгновенно говорю Он считает лучше меня Там голос По этому поводу Я тоже Про Эти сайты Прошел Библейские И я вот хотел Но это с вашего Разрешения Опять же У них выставлено Много Как вы говорите Аудио Начитанное Вашим голосом А я Разговаривал С одной Женщиной Она такая умная Московский адвокат Вот И по этому поводу Существуют Авторские права Мы не будем От них Ничего требовать Нам Этого не нужно Дело божие И исполняется Я хочу Предложить Чтобы они Ставили Ссылку На ваш На ваш форум То есть За то что Они вот Используют Ваш голос Да Они должны Поставить Будут ссылку Что это Такой то Такой то Вот ссылка На него Но они говорят Что авторские права За Игнатием Лапкиным Это они пишут Но вот ссылку Не делайте Я об этом Не думал Вот на каждом Аудио Должна быть Ссылка Обязательная Сергей Не это Не в нагрузку Не мог бы ты Выйти и сделать Это Скажи Я по поручению Лапкина Прошу Сделайте это Почему ты Не могу Я и собираюсь Я вот только с вами Хочу Проконсультироваться Дайте Вы набро Благословляю тебя На это Написано Благословляйте Друг друга Люди говорят Да как-то он Мирянин Благословляет Я говорю Так кого Священника Нельзя благословлять А как написано Все рабы Господни Благословите Господа Господа Благословлять Призываемся А что он Выше Три единой троицы Интересно Они не знают Писания Слово Благословлять Имеет обратный ход Они ничего Не знают Почему Потому что Они Извратили Толкованиями Своими ложными То что Относится к делу Они все Перетолковывают В угоду Советской власти А ее уже нет И теперь Тоталитарный режим Там начинает Где-то Противно слушать Все посты Свои получали Сто процентов Епископата Были ставленники КГБ КПСС Это уже Ну не Кто-то говорит А Александр Нежин Московский Писатель И он Схарчевым Председателем Совета по религиозным культам При Совете Министров СССР Интервью Это все Напечатано В журнале Огонек Такой есть журнал Был Единственный Кто Прямо Андрей Кураев Сказал Да я сотрудничал С властями Ну Еще скрывать И Хризастом Он митрополит В Литве Тот вышел И сказал А вы то еще молчите Тысячелетия Когда было Они беспокоятны Еще все знают И молчат Че молчать И чего уже Скрывать У патриарха Кличка Михайлов Вот У патриарха Гундяева У Алексея Была Дроздов У них Клички есть Звания Полковники Генералы Даже Я не знаю Что скрывать Где-то Я Скрывать Уже Нечем Конечно Да Я проходил Не один раз По их ведомству Я сидел Сидел По самце МГБ Не местного Поэтому они Очень старались Но И ничего Я тебя поздравления Посылаю Звоню Разговариваем Все как надо Но однажды Они где-то Зарвались Кто-то приезжал Я в деревне был И вдруг звонит мне Кто Да я вот такой-то Майор Кажется Артур Скажите Игнатий Иханович К вам тут Такие-то Они приезжали Я говорю Позвольте А вы с кем Сейчас разговариваете Как с вами А я кто Игнатий Лапкин А вы Мои биографию Знаете Конечно Знаю Ну и что Какая моя кличка у вас Не знаю А узнайте Вы даете Оперативный псевдоним Какая у меня кличка Я Требую Дать мне Я написал запрос И КГБ Ответило мне на бланке В нашей разработке Вы проходили Только под своей Фамилией и именем У меня нет клички И вы не думаете Что случайно Нет у меня клички Во-первых Трудов у меня таких Нет за что зацепиться Которая ярко Высвечила бы меня Нету То есть я вот Игла Игнатий Лапкин Вот я под этим проходил Теперь Иглеб Якунин Вам предлагали Я спрашиваю Чтобы вы Сказали что-то Сотрудничали И вам бы срок уменьшили Да Мне сразу говорили Откройте Кто доклад Фурова Передал вам Мы половину срока Сразу скостим вам Он не выдал Так Зоя Крахмальникова Диссидентка Сидела Москвичка Зоя Александра Вам это предлагали Конечно Неоднократно С кем бы я не говорил Как Саша Огородников Всем предлагали А мне не предлагали Ни разу А почему Да меня же Заверсту видно Кто я есть Вот почему Однажды как-то я пришел А меня сопровождала Моя мама Мария Егоровна Ну и Внизу у них приемная В КГБ И меня вызывают Я с собой Сумка большая Зеленая Я туда ставил Магидафон Романтик 304 На батарейках Тогда он один был такой Ну а не беседовать И беседовал Самая Беденко Александр Семенович Майор был Потом он был На мне Такие они звезды Получили Был генерал-майор Уже В охране Этого Гитера Ельцина Бориса Николаевича Простите Вот И он говорит Вы сумку отдайте Матери Я говорю Зачем Она мне нужна Ну отдайте Ну Просто у нас так принято Я говорю Ну мало что у вас принято А у меня принято Сумку с собой носить Вот у вас там Магидафон Я говорю У вас под столом То сколько там Налипло Я не никак Эй как Ну Пожалуйста Тогда хоть Выключите его Я его открываю У меня сумка пустая И лежит Решение 22-го съезда Компартии КПСС Через 20 лет Нынешнее поколение Советских людей Будет жить при коммунизме Я ему открываю Показы Я хотел вам показать Мы с вами разговариваем Сейчас в коммунизме Или где А год то идет Уже не в 82-м Которым обещали Коммунизм А в 80 Дальше 84-й Накануне моего ареста Уже Второго было Вот Один раз только Они мне сказали Знаете Вот о чем мы сейчас говорили Вы Никому не говорите Я говорю Вы это мне говорите Да Вот хорошо что вы сказали Сейчас только я выхожу И с центрального крыльца Я буду громко кричать Всем говорить Что вы мне говорили У КГБ Прямо здание сейчас Вот я выйду И сейчас буду кричать На Ленинском проспекте А вы Ну Ленина 30 У нас Серое здание Они его перекрасили Да нет Это ладно Ладно Говорите Ну и все Они Люди Дело И с ними Надо разговаривать Очень серьезно Не хохотать Как о мусульманах Рассказывает Как он был там Алекс Синяев Я был там У них не смеялся И поэтому Отношение было другое С ними Разговаривать надо Очень серьезно Да Мне тоже Сразу не понравилась Эта его Вот Его Беседа Когда он рассказывает Эту историю Да Прямо ужасно Я могу сказать Что мы молились Мы молились Говорят Нашим Господом Плакали вместе Но они в одной комнате Я в другой Вот и все В их комнате Моленное в Махачкале В Национальной библиотеке Имя Расула Гамзатова Мы добились разрешения Нам открыли ее Мы там помолились Разулись Совершили три святоя Колено преклоненную молитве О том Чтобы люди познали Христа О мире Кто из них С попов был еще В моленной комнате Кому открывали Я куда бы ни пошел У меня всегда Оригинальное получается Почему Бог Бог Как Григорий Ефимович Распутин говорил А Бог Бог Самое маленькое Что я делаю Для них необычное Вот они придут И скажите Книга правил Не была Издана Патриархия Почему Добейте их Они должны сказать Если они не ответят Скажите А без книги правил Как можно было Регламентировать Церковную жизнь Второе Почему устранили Церковный суд Сейчас они его Восстановили якобы А как тогда было судиться Когда Установлен этот суд Канонами О церковном суде Не менее пяти канонов Говорят Почему они смотрят На правила Третья Седьмого Вселенского Собора Что если Поставлен ты В епископ И в священник И в дьякон Употребив Мирские власти Да будешь Извержен Они все Сто процентов Через мирскую власть Проходили Ну И все Сдохла собака Они ничего Не могут сказать Они должны Посыпать голову Пеплом Уйти в затвор Монастырь Сегодня нужен Только для Покаяния Епископам Чтобы И рядом Привези Самосвала Два пепла Вот и все А потом Их по одному Выпускать Я им знаю Что делать У меня четкая Программа Ну вот Три минуты Наше прошло Вы хотели На три минуты Чем-то Так Ну ничего Больше нет Так вот Я же По поводу Эти женщины Как мне Почитаю А есть что Конкретно На меня Надо выходить Нет Я вот хочу Вот это Развучить Понимаете Как я Пожалуйста Я хочу Чтобы Вот как Как нравится Этот вопрос Вот осветить То есть Чтобы Люди Идут И безмолвно Вот им сказали И там Благодать Он купил И пришел Домой Поставил И радуется Так У вас Если будут люди Желающие с вами Выйти в интернет Я принимаю Ну да Вы скажите Понедельник Ну в какое время Говорили Это По вашему В пять часов Наше было В восемь Чтобы до девяти Мы могли Закончить Сейчас вот Что мне вчера Передают С разных сторон Люди Просятся в скайп Считают Тут наши с вами Смотрят И всем очень нравится Ну Как это сделать Чтобы в разных городах Одновременно Могли смотреть Вот Участвовать Одновременно Как Ну Как за круглым столом Так это элементарно Это делается В скайп Несколько человек Это называется Вы Вот Заходите Вы изучите Скайп Тут же Тут же Тут стопа чудес Можно сразу До шести человек По-моему Чтобы участвовали Мне сказали Мы с вами разговариваем Сейчас вот К нам может Подсоединиться Любой вот Из ваших друзей Может там Трое из ваших друзей Подсоединиться Больше ничего не надо Просто выходить на меня И все Просто Вы изначально Вот смотрите Вам приходит запрос Вот сейчас В данный момент Приходит Вот мы разговариваем И в это время Звонок Кто-то на меня Выходит Я его услышу Ну конечно Вы его активируете Добро ему даете И все И он заходит И мы уже втроем Общаемся И больше ничего не надо Вам нужно подтвердить Запрос Если он не трог Я понял Дать мой логин им Вот И добавить его Друзья И все Что значит добавить Я ему просто Разрешаю заходить Он уже делал со другом Что значит добавить Изначально Вам приходит Вы смотрите Вот у вас внизу Вот Есть опять же Здесь можно общаться Так же как в mail.ru Точно так же То есть можно Писать записи Вот То есть писать СМС Такие же Как в mail.ru Вот Так же Здесь же Над этой стропой Смотрите Вам приходит Запрос Я вот знаю Вы не понимаете Не знаете Что нужно Человек вам Подожди 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 Слава Христу Так что Нормально все Так Когда придешь Значит подготовить надо Отправку книг Вот которые Две полные И вот этого Болящего Сергия Это там не полные Пять книг примерно будет Значит на все Возьми с избытком А придешь Что-то рассчитаюсь Тогда Договорились да Ну с Богом Давай Это старшая сестра Татьяна Ты ее помни Она большую работу делает Везде книги отправляет Я-то Трутин Сижу дома Вот сейчас Мне нужно сразу Отправлять на Красноярск Преподаватель университета Теологии Соболеву Юрию И Калининград Гулкин Дмитрий Почту Почту Отправляете Да Почту отправляю Вот чтобы отправить Вот это Я сразу заплатить должен За почтовое Где-то 1900 рублей И почти 2000 За пересылку И вот На той неделе отправил Сколько А возмещения У меня ни с какой стороны нет Отправил в Америку В Америку Прошлась отправить 3000 Пришлось отдать И Ну ладно тут Компенсирует батюшка Или кто-то Но меня это не останавливает Сейчас в интернете Обсуждают все Где у Лапкина деньги Откуда он деньги берет Вы понимаете Это многомиллионная Стоимость книг Отдает бесплатно Это уже они умолки Потому что бесплатно Их это сразило намертво И поездки вот эти где Вот у меня нет ничего Но когда придет время ехать У меня будет все Ты со мной за столом побудешь Маленько И ты увидишь Я поступаю как еврей Еврей говорит Один рубль это хорошо А у русских так Или все Или ничего И поэтому ничего и нету Рубль к рублю Копейка к копейке Вот я сажусь И я смотрю Что можно взять Вот наши привозят молочники Молоко И я не покупаю Они прям суют Они упрашивают Ну От своих коров Я не могу на халяву У меня денег нет Я поэтому У меня ни мяса Ни молочное У меня ничего нету Подсушенный хлеб Сухарей А вот брат Володя Тут готовит Суп хороший Бывает кто-то Что-то Брат этот Павел Священник Он теперь рыбачит Отец Павел Приносит Привозит рыбу С каменаби То есть у меня Стол всегда шикарный У меня лук есть Чеснок есть Морковка есть Нет Вот смотрите Такой вопрос Люди не внутри Вот говорите Есть видео у вас Где вы говорите Вот тут Володя Брат Вот у него сметана Или слитки Чего-то А у меня нет Я Только выйди сюда Видишь Чтобы тебя видно Наклонись Чтобы видели О ком речь идет Вот он Брат Ну тут видите Все не светло Так Прохлый вид Да И люди Некоторые Не понимая Не понимая Вот этого Вашего Аскетического Образа жизни Они не понимают Ты спрашиваешь А что это Володя Ест там Сливки А вам Не поделится С вами Хорошо Володя Свободен Я свободен Он меня угощает Он сказал Больше не угощай Я есть не буду Но Когда он там Пас И Кроме того Что он За По избу Получает деньги Я добился Чтобы каждая Хозяйка Полторы литра Отдавала молока В день Почему Такой порядок Был Раньше Было пастух Пас И Сегодня у одних Завтра у других Деревни Его содержала Кормила И на день Давала ему Что с собой Было Так и было Одни хорошо Другие плохо Пастух Лучше всех Дегустировал У кого что есть Володя Предлагает Я сказал Не предлагает Что не ладно У него Свобода Сохранилась И у меня Но если ему Отдали тогда сливки Ты последние дни пас Это тебе Вот тут я буду есть Почему Потому что я его Устроил на работу Часть моей работы Там Я добился Этих сливок Через него Они у него не оплачены Но он платит деньги Почему Людей смущает Вы сидите За одним столом Как это так вот Он ест А ты не ешь Я не ем Я благодарю Бога Апостол Павел говорит И он благодарит Бога Ну и что Не смеет Кто ест Опять же Нужно понять Это Понимать не надо Надо согласиться Потому что Мои действия Основаны на Святой Библии Павел говорит Кто ест Не осуждай Кто не ест И кто не ест Не осуждай Я не осуждаю Вы меня осуждаете У вас ничего В устах нет Кроме осуждения А осуждение Один единственный грех Который не имеет оправдания Они ничего не понимают Блудник скажет Я не мог удержаться Такая красавица Такая она спереди Сзади Такая ласковая Ну Уста чужой женщины Истощают мед Соломон говорит И поэтому Ну так получилось Обняла меня Я не устоял Другой Вот эта вещь Она мне понравилась Как Ахан Седьмая глава Книги Иисуса Новина Это я приселся Украл и зарыл Там где-то Он не оправдывается Но он знает причину А осуждающий Нет причины Златоуст говорит Сидел дома один А кого судил Зачем судил Не такая дача у другого Не такая дочь Не туда сын пошел Я никого не сужу Кто что ест Почему за мной Так тщательно следят Но они не знают Что для меня Это бальзам Я только улыбаюсь Сижу Насколько я интересен Я в вашу биографию Не вхожу Она вам самим не нужна Моя биография Всем нужна До десятого колена Меня исследуют И ничего не могут найти КГБ КГБ Исследуют И ничего не могли найти Ничего Нигде Статья за статьей На меня навешаны Лопнули И я реабилитирован У меня нет Ну такого дурака Трудно найти Чтобы такими деньгами Ворочать И ни одной копейки Себе не взять Ну вот такой как есть Я вас не сужу Но у вас другой работы нет Я говорю судить Почему вы О себе не заботитесь Я свою биографию написал 15 дом открытым оком У меня там 74 свидетельства Люди дома написали Как они пришли к Богу И пришли в нашу общину Таким с Америки даже звонят Это вы сами писали Она говорит Сама Даже близкие люди У которых не верующие Да это вам Игнатий надиктовал Вы написали Все писали дома Ну я ее украсил В конце Добавил место писания Которое больше всего подходит Вот вчера на меня вышли И говорит Фотографии выставил Администрация Вы могли бы каждой фотографии Место священного писания дать Пожалуйста Где-то через полчаса Я уже выставил Пяти фотографий По два места священного писания И сразу Оригинально Чудесно Почему Я знаю писание Я проникаю в суть Я в конце написал Лишь его не собрало В юности Как пожнешь В старости Серахов А почему мне такое Место писания Так вы задали вопрос Задали Так вы написали Для меня Дали биографию Да Книгу издал я Зачем ко мне Под язык залазите Я знаю что написать А почему Ее как раз и коснулось Что юность прошла не так И теперь она В беседах Участвовать не может И ревность ее была временная Она это поняла Другая говорит Вот вы выставили там свадьбы Такие Свидеть за дочерью Чтобы она в доме Не сделалась беременной Что она Проститутка разве какая Я говорю И слова чьи Это вы сказали Теперь подтвердите Мои слова Ну а почему им То есть я должен Места писания подбирать И под ваши фотографии Прежде чем поставить Должен я проконсультироваться Все писание Будет вдохновенное Вы считали это? И служит для научения Для наставления Для обещения Вы считали да Ну и все Любое место Библии Относится ко мне Ко мне Я вам расскажу Небольшой рассказ Попутно Я могу ошибиться В названии Но Мак-Ой Его звали Был преступник Не преступник А как щикотило И наконец Власти его схватили Он громадного роста Два с лишним метра Там центера полтора К нему подойти нельзя Он закованный На руках и на ногах Колоды Цепи И ему только подают Там от него относят К нему охранники Даже боятся И однажды Заскрепели засовы Открылась камера И в комнату Быстро вошла женщина Одетая в черном одеянии И дверь сразу захлопнулась И она долго смотрела На него Потом и говорит Мак-Ой А он сидит на кровати Почему вы меня Не пригласили сесть Еще нет ни одного человека Который сел бы со мной рядом Она говорит Если позволите Я присяду Устала стоять Он так посмотрел на нее Одним ударом цепей Он может размажить все Так я знаю кто вы Вы дочь губернатора Вы пришли спасать меня Плевал я на все И на вашей библии И в руках у вас библия Вы лжете все Она говорит А почему вы так думаете Вы говорите Все писание Богу вдохновенное У него отличная память И к каждому человеку Любое место писания Относится Докажите мне Я вам поверю Ну а говорит Откройте библию В каком месте Чтобы я не по закладке Он начал руки затряслись Почему-то он Открывает И открылась первая глава Бытие Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была безвидна И пуста И дух Божий носился Над водой Он закрыл все Объясните Как это относиться Ко мне может быть Мне заменили На пожизненное Гильотину Докажите Она говорит Макой Землей в священном писании Называется сердце человека Вышел сеять и сеять Иной упал на при дороге Четыре категория земли Земля это не тот участок В несколько квадратных метров Свободы Которую вы видите Через решетку Земля это ваше сердце И дух Божий С самого рождения Носится над вами Над вашим сердцем Желая коснуться его Поведать вам О великой тайне Которая открыта людям Что с неба сошел Сын Божий И он умер За ваши грехи И вам Дана свобода выбора И только Слышали охранники Из-за двери Как загремели цепи И он пал на колени Рыданием Он сотрясал из камеры Он был готов И теперь Пришло время И с него цепи сняли Ему разрешили Без цепей быть Потом разрешили Ему Походить по камерам И преступникам Свидетельствовать Вот какую я Прекрасную историю Слышал Дорогой Сергий Это действительно было Не могу сказать Дело прошлого века Я знаю только Был такой Проповедник Евгений Дерси И вот 4 томика Одного томика У меня не было И он говорил Слово Божие А это времена Парижской коммуны Для людей Это хлеб И вода В осажденном городе И он проповедовал И однажды У него было собрание Около 2000 человек И он задал вопрос Скажите Вы про графа Монте-Кристо Знаете? Что же не знаем? Конечно Ну вот как его невинно Арестовали Бросили У него ничего не было С собой Только то что В памяти было Но вам Вот сегодня вы арестованы 2000 человек Тут у вас есть атеисты? Конечно Много Вольнодумцы Тут Вольтеры Так И вам разрешается С собой взять Одну книгу Навсегда Ее нельзя обменять Вы никогда не выйдете На свободу И чтобы эта книга Вам не надоела Вы не бросили ее В угол камеры Какую книгу Вы взяли бы? Я этот вопрос Задавал в камерах Тогда люди Больше знали Все 100% Ответили Библию Дорогой Сергей Я Библией занимаюсь Очень основательно 50 лет И каждый раз При каждом чтении Я нахожу В каждом стихе Новое Новое Все дальше И дальше Раскрывается Горизонт Это Бог делает Все 100% Ответили Евгению Берсье Проповеднику Протестантскому Библию Я задавал вопрос Когда в камере Сидели Со мной сидит Лозин Анатолий Максимович Преподаватель Второй группы Космонавтов Он многократно Встречался С Туполевым С Гагарином Я про космонавтов Знаю буквально Из первых уст Какие они были Как погиб Гагарин Сегодня говорят Последние слова Гагарина были Матерки Отлетался Юрка Вот и все А Серегин Это заодно был И авария По всей вероятности Была умышленно Это сделано Перекрыта Грязокраник Вот и все Потому что он был Абсолютно уже Неуправляемый Какой был Туполев Я все расспрашивал Все Абсолютно И я сказал Какую бы вы книгу Взяли Анатолий Максимович Он назвал Какую-то книгу Связанную С математикой Он преподаватель Был Математических дисциплин Физика Что-то такое Такое Связанное С космическими кораблями Я говорю И что Это можно И бесконечно считать Я говорю Ну вы-то ее знаете Да знаю Ну а как бы Она вам помогла Здесь Ну ум занятый Занятый был бы Ну а вы Вот страницу За страницей Считайте В течение года Если вот ничем не заниматься Мы бы ее полностью изучили Ну в течение года Конечно Но у вас Впереди 50 лет И что бы вы делали Книга вам это не нужна Вам нужна Святая Библия И я начал Вести уроки Наша камера Академиков называлась По два часа Каждый день Да мало Еще бумага Все терпит Да мало Еще написано Это он говорит А они 100 С-200 Т-300 Я ему дал Сколько они Цифры Эти означают И имена Имена могут быть Сдвоенные Ну как сдвоенные Ну Павел Савл Это одно и то же Один и то же человек И ему дал Всю родословную Христа По двум Евангелям Марка Луки И все имена Какие он знает Он все их переписал Лег на кровать Впереди перед собой Эту цифры мою Повесил И лежит Считает И у него в голове Компьютер настоящий Он сдвоенные Имена Слагало 600 по буквам Буква А 1 В 2 Г 3 Д 4 И он слагал Имена Допустим Владимир Там Сергий Что получается И 666 Нашел 3 3 Я ни от кого Больше такого не видал Он нашел Какие имена С какими совокуплениями Дают 666 И какие Ну я сейчас Не знаю У меня это в этом В архиве Все это есть Ну это все Попытка только Вот Святые первые знали Лампетис Это неправедный Агния Слово неправедное Добавляли Титаник По-латынски Тоже 666 Так что много Ну что Прощаемся Ну да Уже У нас 4 тысяча 20 минут Четвертого Я еще Я еще Это в следующий раз Я ходил Знаете Кому еще там Поговорить Говорите Сейчас можно С ней Говорите Когда надо Но Есть что Не она У меня есть еще И вот Нужно Обсудить Вопрос По поводу Сейчас я скажу Кого Как его зовут Ну без ног Который Американец А Ник Вучич Вот Вот Да Вот В общем Там тоже Надо Обсудить Этот вопрос Не Двух Минутый Разговор Вот В общем Ну это Еще один Из проектов Американских Проектов В общем И все так Просто Я хотел Простить Сергий Вы хотели Выйти С кем-то На меня Я понял Так Через час Удовлетвориться Да ну Я с ней Договорился На воскресенье Может быть Вот как Ну хорошо Выходите Воскресенье По-вашему В пять Вечером Пойдет Ну да Если Она согласится Еще Ну если согласится А нет Значит Мы не виновны Кровь твоя Говорит на голове Смещенникам Говорите конкретно Если у вас Еще конкретно Нет И вы Одними слухами Пользуетесь Вы будете Терпеть То же Что написано Второзаконие 19.19 Там написано Так Если обвинение Было возведено И не подтверждено Эта вина Падает на того Кто-то обвиняет И дать ему Тут кар Он меня обвинил В убийстве Я доказал Я не убийца Теперь он Убийца И его Должи казнить Второзаконие 19.19 Незаконное Незаконное отлучение Падает на отлучающего Вы батюшки Все под запретом Из одного Лапкина Скажем Потому что Вы ни одного слова Не докажете Обвиняете В ереси В чем-то А он доказывает Что нет И он это докажет А вам уже Не доказать Вы еретики Тогда Согласно канонов Только Еретики И лжецы Вам это надо? Спите спокойно Пока Лапкин молится Не все так просто Не все так просто Интересно У меня С собой был Акафис Григорий Петров Слава Богу За все Ну и там Кондакт Икос Кондакт Икос Ну а я Все крупно Переписал Всю псалтырь Переписал В тюрьме Бумаги достал И крупно Что глазам Там мелко Смотреть Псалтырь А я один раз Поднатожился И скажется За полтора месяца Переписал Весь псалтырь Печатными буквами А когда я ухожу На прогулку Я на столе Оставляю А когда уходят На прогулку В это время Заходит Особая команда Охранников С большими молотками Киянками Они бьют По этим Пашинкам У шконки У кровати Где не оторвали Или где А может где-то Уже штырь Заготовленный Ну и к столу А на столе Я весь стол Укладываю этими И нас уже С прогулки привезли Они забыли Дальше проверять И стоять считают Один считает И коз И коз Кандак Не просто так До того мне смешно Кандак Не просто так Вот такое дело Они меня на прогулке Продержали один раз Меньше Я сказал Это незаконно По уставу Положен один час Ну так как На моем деле Стояла особая Крупная печать КГБ Меня не били Не притесняли Я льгот нашел Вот в этом плане И я сказал Что вы не правы Ну понимаете Мы всех заводим раньше А вы один остаетесь А теперь другая группа И нам теперь по камерам Они должны знать В какой камере кто находится Потому что за это время Может поступить вызов Следователю Они должны знать Где в какой камере искать Я говорю А при чем я У меня устав И взял Написал Заявление К начальнику И прокурору По надзору Я говорю Прогулка укорочена Наполовину И Ну как Они как-то даже Меня проверить решили А как вы узнали У вас же часов нет Я говорю А солнце светит Я заметил Где на стене И как тень передвигается И по тени Я говорю Я высчитал сколько Прошлось только 45 минут Они так и ахнули Его говорит Ничем не возьмешь Он говорит В валенках Мы уже все замерзли А у меня валенки Там тепло одеты Ну они Это заявление мое Со стола забрали Забрали Я постучал У меня заявление на столе было Никто не брал Кто что возьмет То нет Ну я говорю Напишу второе Более пространное Я передам Политработник Приходит ко мне Специально Чтобы узнать Нормально ли все Ульяновский Владимир Александрович Я ему передам Как они там Суетились Заявление мое Назад принесли Только не подавайте В никуда Мы отдельно Вас будем уводить Вы ровно сейчас Будете на прогулке То есть им это тоже Не надо Все Но бывает иногда Срочно уводить Ну нельзя Я же тоже Мне кажется Не выпендривался У них есть такая Та поговорка Она у Солженицына У заключенных есть Она не совсем Такая Но она литературная Не залупайся То есть Ну не лезь Не цепляйся А они мне говорят Вот тут камера есть Такая Вы в ней любите 18-я Потому что Ну камера Она же Прогулочная камера А туда куда снег Они выкидывают Там такой узкий Щель Ну допустим Она 20 сантиметров И она длинная Это куда лопатами Снег выкидывают Но если лезть туда Там плевки разные Там Туберкулезные Ну аккуратно так То можно смотреть Из этой камеры Виден был купол Нашего храма Покровского собора И они это знали Батюшка Ну согласитесь Уйти пораньше Мы в следующий раз В эту камеру У вас поместим То есть У меня даже Камера Где я отдыхал Она была По обетованию Данная мне Ну их называли Дубоками Даже там Можно жить интересно Они не знают С чем мне угодить И ветер нес И листики там упали А у меня нет еще Так они мне Четыре что ли Листика Листика там Кленовых бросили И я их засушил У себя В Библии Вот вам подарок Больше ничего Не можно сделать Как они относятся Я говорю Пост был И все знают Я пощусь В тюрьме Пост Да какой пост Ну вот Пришло благовещение И вдруг они раньше Пришли на полчаса Открыли кормушку Которую разносит Разносит Дубок Эти Хозбанки Называется Но Руководит всеми Официальный Там Какой-то Сержант Или кто-то И на блюде Принесли мне Рыбу Представь себе В тюрьме Спецзаказ И какая рыба Селедка Неповрежденная Свареная Вот Это вам Другой подошел Охранник Что-то говорит А сам говорит И мать Перематись Мать Я остановился Скажи Я не могу понять Что ты говоришь Я говорю От параша Наполненная мощой И две крошки хлеба плавает Попробуй поймай Я смысла не могу ловить Больше не ругайся при мне А что нельзя Конечно нельзя Он стоял Говорил Говорил Видимо забылся Кто Открыл свою авоську Там килограмма Наверное Полтора сыра Бахнул мне Это вам От меня Сыр свой отдал И ушел Бог делает так И Если пути Человек угодны Господь Он и врагом Примиряет с ним Притча Соломона Так что скажите Вы все еще можете быть друзьями Пока я живой У меня нет врагов Так они воры Это они враги для себя Для меня они не враги Они будут тогда врагами Когда я пожелаю им отомстить Но если я молюсь за них И молюсь искренне Как за Невзорова То Там За Стерлиго и Германа За Горбачева Это ежедневно Их имена я произношу на молитве То они мне не враги Я несу их На роменах своих Как было сказано 12 колен Израилевых На двух камнях Выгравированы были У Аарона В нарамниках Я молюсь Я для этого призву Они мне Не враги Просто они Не поняли еще ничего Апостол Павел Говорит Вам надлежало Хвалить меня Когда они нападали на него Я не жду похвалы Я жду одного Чтобы вы спаслись Перестали Выполнять Дьявольское дело Клеветы Всякая ложь от дьявола Вот это однозначно И тут я уже вам не помогу Мотарство ваше Переходить вам Я мотарство лжи Перейду свободно В жизни своей Официально Умышленно Я не солгал ни разу еще Ни разу Было однажды Я там сказал Сказал завтра Оказалось дело сегодня Но это просто Фенологический календарь Подвел меня Недоразумение А? Недоразумение Да Ну потому что Сменилась обстановка И оказалось Что встреча назначена На другой день Ну извиняюсь Больше ничего От меня не зависело Итак До свидания До встречи До встречи Выключайте меня Если у него сейчас Какая-то будет Никогда не жди Никакого понедельника Выходи на меня Ну не в ночное время Только Вот как сегодня вышел И видно было Что я уже здесь Нахожусь В любое время К вам придет кто-то И он говорит Я только сегодня могу К вам пришел Выходи на меня сразу Я все время Нахожусь здесь Если меня нет здесь Минут через десять Бывает я полез на голубь от него Я больше никуда не хожу Бог в помощь Все Все Ну с Богом Ну с Богом Вот так На три минуты Залез Говорит на полтора часа В интернет на 15 минут Говорит зашел А вот вышел Два часа позади Давай в Мадридце Все это необычно у нас было Ни чего Все это необычное Субтитры сделал DimaTorzok